Еженедельное совещание членов правительства сегодня началось с объяснений. Напомню, на прошлой неделе Чебоксарский аэропорт попал в топы новостей после скандального видео с инвалидом. Известный спортсмен-паралимпиад Замир Шкахов отказался от помощи сотрудников аэропорта. В самой же воздушной гавани нет специального устройства для спуска людей с ограниченными возможностями и самолетов. Разбор полетов прошел сегодня в Доме правительства. Почему так получилось и главное, как избежать повторения таких ситуаций? В таком ключе обсудили проблему органов власти и представителей международного аэропорта Чебоксары. Основное требование спортсмена было подача технических специализированных средств посадки-высадки маломобильных пассажиров, инвалидов, грубо говоря. На сегодняшний момент в аэропорту Чебоксары нет и ранее не было никогда средств для подъема, посадки и высадки вот этих пассажиров. Мы как новые инвесторы пришли и мы знаем об этих проблемах. В планах приобретения амбутрапа у нас было и оно есть. Покупка амбутрапа была предписана еще казенному предприятию аэропорт Чебоксары на сентябрь 2017 года. Новый инвестор, который работает в республике полгода, в курсе этого документа и собирался придерживаться плана закупок. Специальное устройство или амбулифт готовится под заказ в течение 120 дней и стоит он от 10 до 15 миллионов рублей. Это средство, которое в лучшем случае будет использовано раз в год, а может быть и не будет вообще. Мы понимаем, что оно технически будет не востребовано, но есть требования, мы его, конечно, будем приобретать. Кроме того, французский самолет АТР-72 не приспособлен для использования амбулифта. Его технические характеристики не совпадают с требованиями к подобным устройствам. Руслан Минаев также утверждает, что помощь спортсмену предлагали негрузчики. Команда людей, которые находятся в составе спасателей, у них есть допуски. Эта служба сертифицирована, аттестована. И у этих людей есть заключение, еще казенное предприятие их обучало перед нами, этих людей, как раз-таки для работы, посадки, высадки на воздушные судны. В субботу сотрудники аэропорта встретились с Займиром Шкаховым и принесли ему извинения, которые спортсмен принял. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика.